Добрый вечер, уважаемые коллеги! Вспоминание о лодке произошло 12 тысяч лет назад. Первые парусные суда появились в Египте и Финикии приблизительно 3000 лет до нашей эры. С покорением ветра человек начал осваивать морские просторы и открыл для себя мировой океан. Но появление тростозумаба в конце прошлого века полностью изменило тактику лечения больных HER2-позитивным раком молочной железы и дало надежду эта терапия на то, что эту болезнь, может быть, мы сможем через какое-то время победить. С открытием таргетной терапии началась новая веха в лечении HER2-позитивного рака молочной железы. Через какое-то время греки научились у финикицев строить замечательные по тому времени суда. И в 8-6 веке до нашей эры область их проникновения окватывала западные берега Средиземного моря, весь понт Эфиксикинский, Черное море, и Эгейский берег Малой Азии. Основой греческого флота были галеры, где сочетались весла и паруса. В современной рекомендации по лечению HER2-позитивного рака молочной железы, будь то наша рекомендация, зарубежная рекомендация, это назначение химиотерапии в комбинации с таргетной анти-HER2-терапией при стадии Т1-Б0 и выше. Сочетание весел в виде химиотерапии и таргетной терапии в виде парусов. Человек покорил ветер, но без весел химиотерапии все равно еще никуда не мог далеко отправиться. В 14th century there were ships with only sail. We see Hansa Kok, a European single mast boat. It was the main trade and military boat of the Hansa City's Union. It was the most well-known shops. But the sail revolution of 15th century actually introduced lots of changes. We see lots of mast by Francis Drake, Golden Hint and... ...это великолепный корабль парусного флота. И стандарты лечения HER2-позитивного рака молочной железы, которые опять-таки существуют у нас, говорят о применении уже двойной таргетной блокады. И два паруса, которые ведут нас в лечении рака молочной железы, отображаются в наидювантной терапии HER2-позитивного рака молочной железы. Показания для проведения двойной таргетной блокады – это размер опухоли узла более 2 см с поражением или поражением региональных лимфатических узлов. И таким образом, на сегодняшний день можно сказать, что наидювантная терапия HER2-позитивного рака молочной железы – это два паруса в сочетании с химиотерапией, которые дают нам очень хорошие, великолепные результаты до 80% полных патоморфологических регрессов. И мы считаем это очень хорошим успехом и отличным результатом в лечении наших пациентов. Что же насчет весел? На самом деле, весла тоже начали меняться. И если раньше говорилось о том, что HER2-позитивный рак молочной железы – это однозначное применение антрациклинов, то на сегодняшний день мы можем говорить о том, что от антрациклинов у этой группы пациентов мы начинаем постепенно отказываться. Исследование, которое было опубликовано на АСКО 2020 года, говорит о том, что общая выживаемость больных раком молочной железы при наличии или отсутствии антрациклинов в схемах лечения в общем-то никаким образом не влияет на показатели общей выживаемости. Показатель для онкологии, прямо скажем, не всегда, который мы можем как-то отметить. Обычно общая выживаемость все-таки редко меняется. Поэтому можно говорить о том, что применение комбинации препаратов в двойной таргетной терапии позволяет отказаться от антрациклинов в неодевантной химиотерапии с уменьшением в то же время профиля токсичности терапии. А можно плыть с парусом, но без весел, вообще отказаться от весел как таковых. На самом деле, существует целый ряд исследований, которые демонстрируют успехи двойной блокады, больных HER2-позитивным, раком молочной железы. И с моей точки зрения, неодевантная терапия в этом плане наиболее показательна. Исследование 2018 года, где демонстрируется 45% полных патоморфологических регрессов у больных без химиотерапии с применением двойной блокады. В данном исследовании применялся тростозумаб и лопотениб. Безусловно, это отдельно подобранная группа больных с обогащенным HER2-статусом. Безусловно, это исследование, которое не имеет пока применения в клинической практике. Но так или иначе, можно сказать, что поворуса могут существовать без весел. И на сегодняшний день результаты этих исследований показывают, что существует группа больных HER2-позитивным раком молочной железы, которым можно отказаться от проведения неодевантной химиотерапии и пользоваться только таргетной терапией. Но, тем не менее, развитие парусного флота продолжалось и привело к появлению огромного количества видов различных каравел. Каравеллы, караки, линейные корабли, фрегаты, корветты, шняви, бриги, шхуны – они все представлены на данном слайде. И у каждого вида кораблей были свои преимущества и задачи. Поэтому, возможно, сочетание различных таргетных препаратов и сами таргетные препараты – это различные виды лечения, и их сочетание нужно применять в определенном виде лечения. В этом плане очень интересно поговорить о современной адювантной терапии HER2-позитивного рака молочной железы. И мы уже делим с вами больных на определенные группы, достигших полного регресса или недостигших полного регресса. Изначально с большим размером опухоли, изначально с поражением региональных лимфатических узлов и наличие или отсутствие экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестеронов. Как я уже сказал, в адювантных схемах возможно применение безантрациклиновых схем. Это демонстрирует исследование, представленное на данном слайде, и у пациентов с небольшим размером первичного очага, без поражения лимфатических узлов, в принципе, безантрациклиновые схемы показывают свои очень неплохие результаты, особенно при небольшом размере опухоли до 3 см. Общая безрецидивная 7-летняя выживаемость в данном протоколе составила 93,3%. Двойная хердва-блокада в адювантном режиме при пораженных лимфатических узлах также является опцией или одним из видов таргетной терапии, которая демонстрирует исследование Affinity, говоря о том, что у больных с плохим прогнозом, с поражением лимфатических узлов, с отрицательным статусом эстрогеновых и прогестероновых рецепторов применение двойной блокады в адюванте – это опция, которой нужно пользоваться. Конечно же, шхун много, и ТДМ, препарат, который уже сегодня вошел в нашу рутинную практику, также исследовался в адювантном режиме у первичных больных. И данный протокол, представлен на данном слайде, не продемонстрировал улучшение показателей общей безрецидивной выживаемости, но, возможно, мы не подобрали правильно группу препаратов, или мы не учли какой-то профиль токсичности. И если ТДМ на сегодня в адювантном режиме без первичного лечения в неодюванте не является опцией, может быть, будет такой являться, если правильно подобрать группу. Итак, современная адювантная терапия ХЕР-2 позитивного рака молочной железы у первичных пациентов, в котором была выполнена операция, подразумевает три опции. Опухоль менее 5 мм, вернее, прошу прощения, более 5 мм, до 3 см, без поражения лимфоузлов, тростозумаб с поклитокселом. Опухоль более 3 см с поражением N1 или без такового – это антрациклины с токсаном и тростозумабом. И с плохим прогнозом категории N2 – отрицательные гормональные рецепторы – это адювантная химиотерапия, тростозумаб и пертузумаб, то есть двойная блокада. Но если уж мы говорим о кораблях и говорим о парусниках, то мы должны немного поговорить о пиратах. И данное ведь лечение, с моей точки зрения, я подчеркиваю это мнение автора, это какая-то ошибка. Почему не проводилась неадювантная химиотерапия у ХЕР-2 позитивных больных, если у вас опухоль больше 3 см и если у вас поражены лимфоузлы? Либо у вас плохая диагностическая служба, либо что-то не так в этом королевстве. Резидуальная опухоль после неадювантной химиотерапии. И в данном случае препарат ТДМ демонстрирует замечательные результаты как таковые. При наличии резидуальной опухоли в адювантном режиме препарат ТДМ находит свое место. И таким образом и этот вид лечения имеет место на существовании. Поэтому если мы говорим о современной адювантной терапии ХЕР-2 позитивного рака молочной железы, которым проводилась неадювантная терапия с обязательной двойной блокадой, как мы уже сказали, тростозумаб и пертозумаб, то после выполнения операции при полном регрессе продолжение таргетной терапии тростозумабом, при наличии резидуальной опухоли, адювантная терапия препаратом ТДМ. Тем не менее, корабли развивались дальше. Появилось очень много опций, появлялись совершенно новые какие-то новинки, прошу прощения за тавтологию, новые совершенно непонятные нам, современным людям, слова. Но если быть проще, то они делятся на две группы. Рангоут – это все, что касается дерева, текелаж – это все, что касается веревки. Огромное количество новых названий, которые существовали в флагманах парусного флота 17-18 века. На сегодняшний день невозможно представить, как можно выучить все эти названия и что-то в них понимать. Фор, Марс, Лильс, Спирты, Грот, Брам, Лисс, Спирты, Крюис, Бом, Брам, Стеньга. Потрясающе. Это всего лишь несколько сочетаний веревок и деревяшек. Мне кажется, что современное изучение сигнальных путей, особенно иммуномаркеров в исследовании Катрин, которые в данном случае приводятся, очень напоминает наличие новых неизвестных слов, которые, в общем-то, мы пытаемся прикрутить к той терапии, которую считаемся стандартным. Но по большому счету классификация HER2-позитивного рака молочной железы, одного из его подвидов должно звучать как P3K, PDL1, HL, HER2-позитивный рак молочной железы. Но мы почему-то так не пользуемся. Видимо, потому что анализ сигнальных путей у HER2-позитивных больных не дает каких-то значимых улучшений в рутинной клинической практике. ПИК-3СИ мутации не обладают прогностической ценностью, несмотря на то, что очень хорошо изучались. Экспрессия HER2-хайл или ловгры не обладает прогностической ценностью при терапии ТДМ. По большому счету, сигнальные пути, которые сейчас исследуются, не дают каких-то значимых результатов в обычной клинической практике. Поэтому при отсутствии изученных сигнальных путей остается только призыв капитана Барбоса, парни, держать на ветер и шевелись, берем курс на тортугу и назначаем таргетную терапию в рутинной клинической практике при HER2-позитивном раке молочной железы. Ну а если штиль и ветра нет? Если ситуация с адювантной терапией рака молочной железы после неадювантной химиотерапии с двойной блокадой? Мы так рукоплещем достижению полного патоморфологического регресса, в общем-то, зная о том, что все не так, как нам хотелось бы на самом деле. И современные результаты лечения раннего рака молочной железы говорят о том, что нет ответа на лечение. 70% все равно вылечиваются, а 30% прогрессируют, а есть ответ, 90% вылечиваются, а 10% прогрессируют. Таким образом, мы попадаем в патовую ситуацию, когда все современное лечение, к сожалению, не может охватить все случаи рака молочной железы, и достаточно большой процент, 40% выбиваются выбиваются из общего принятого пути, который, в общем-то, нам хочется, чтобы был верным. 20% больных ранним хирдопозитивным раком молочной железы прогрессируют, несмотря на проводимое лечение. Этот факт, о котором мы тоже не так часто упоминаем в своих лекциях, докладах, презентациях. И встает вопрос о резистентности. Может быть, штиль вызван той самой резистентностью, или наоборот, резистентность называется штилем. Возможные причины резистентности – это молекулярно-генетические подтипы хирдопозитивного рака молочной железы, о которых я уже упоминал. И действительно, можно сказать на сегодняшний день, что то, что мы считаем хирдопозитивным раком, не всегда таковым является. Более того, после проведения неодювантной терапии большая часть резидуальных опухолей представлена люминальным А-подтипом, и хирдопозитивный рак вроде как становится люминальным. Но являются ли эти опухолевые клетки в действительности люминальным раком молочной железы? В 2018 году в Сан-Антонио были опубликованы замечательные результаты изменения молекулярно-генетического подтипа опухоли на преклинических моделях. На преклинических моделях была проведена терапия таргетными препаратами, и опухоль стала люминальной А. После 72 часов отсутствия терапии они опять стали хирдопозитивными, эти опухоли. Таким образом, можно сказать, что вроде бы победа над опухолью с хирдопозитивными рецепторами при вращении ее в люминальную А группу совершенно не победа, а скорее ошибка. И хирдопозитивные рецепторы по большому счету просто как феникс из пепла возникает в тот же момент. И может быть именно этим обосновано продолжение таргетной терапии, когда мы говорим о лечении после полного патоморфологического регресса, и когда мы говорим о лечении таргетными препаратами, несмотря на прогрессирование на фоне проводимого лечения у первой, второй, третьей линии химиотерапии, мы все равно стараемся сохранить таргетную терапию. Основной недостаток парусного флота, он зависит от погоды. Эпоха парусного флота завершилась не от того, что в мире закончилась парусина или перестал дуть ветер. Человечество изобрело паровой двигатель. Ушла эпоха парусных кораблей, и как бы не хотелось, но термины «рангоут» и «текелаж» мы теперь берем из Википедии и абсолютно не знаем, что это обозначает. И может быть в будущем появление нового двигателя полностью изменит наше видение рака молочной железы. И мне кажется, что предвестником смены двигателя в кораблях является пароход «Фрегат Владимир», где сочетался парусный флот, парусная оснацка, и первые двигатели, которые жутко неуклюжие, дымят и показывают какой-то абсолютно бестолковый результат, но применение, может быть, иммунотерапии в казминации с таргетной терапией и будет тем самым переходным периодом, который совершенно изменит двигатель кораблей и воззрение на лечение больных хер-2 позитивным раком молочной железы. Да, результаты пока не такие, как хотелось бы, но это новое движение, которое может быть лишь шаг к каким-то дальнейшим действиям. Актуальны ли сейчас парусники? Ну, конечно, актуальны. Посмотрите на эти картинки, и действительно мы понимаем, что парусники – это красиво, интересно и чертовски завораживающе. Но самая завораживающая история произошла, мне кажется, в этом году по поводу терапии метастатического заболевания, заключительные результаты исследования Клеопатра. В журнале «Ланцет» в марте этого года появляется статья «Является ли на сегодняшний день хер-2 метастатический рак молочной железы неизлечимым заболеванием?» Нет, не является. 37% пациентов, более трети, до сих пор живы. Поэтому парусники, безусловно, на сегодняшний день все еще актуальны. А кроме того, они актуальны, потому что впереди у нас алые паруса, и в Питере не сказать об алых парусах, наверное, было бы не совсем корректно. Ну, раз уж я сказал свое мнение о Нео-Дюванте, о Дюванте, наверное, я и скажу свое мнение о современном взгляде на лечение метастатического хер-2 позитивного рака молочной железы. Все очень просто, представлено на данном слайде. Никаких нововведений я не ввожу, но мне кажется, это алгоритм абсолютно простой, клинически применимый для сегодняшнего дня. Поэтому не меняем курс и движемся дальше. И тем не менее, раз мы говорили о парусниках, то, конечно же, мы говорим о пиратах. А пират имеет право поменять свое мнение, но на сегодня оно именно такое, как представлено на этом слайде. Не факт, что завтра оно не изменится. Хер-2 позитивный рак молочной железы – первое столкновение с болезнью. Таксаны плюс двойная таргетная терапия – это стандарт, который на сегодня дает самые лучшие результаты. Успех – тростозума плюс-минус гормонотерапия. Фиаско – это ТДМ. И это касается не только неодюванта и одюванта, это касается и метастатического рака молочной железы, потому что, с моей точки зрения, в системных подходах мы, наверное, несколько лукавим, когда делим больных на ранние формы рака молочной железы, местно распространенные, метастатические. Это, скорее всего, просто хер-2 позитивный рак молочной железы, который требует стандартных подходов, независимо от стадии заболевания. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...